В Анапе проживает свыше 70 инвалидов-колясочников. Для передвижения по городу многие пользуются общественным транспортом. Низкопольные автобусы работают на четырех маршрутах. Они приспособлены для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, а также колясок с детьми. Рабочая группа проверила автобусы на удобство передвижения, наличие электронного табло и высоту подъемного пола. По словам комиссии, серьезных нарушений выявлено не было. А все недочеты можно исправить в ближайшее время. Стоит табло в автобусе, а звуковой объявляется остановка, а для глухих, получается, там должна строка бежать, какая остановка. Это не для того, чтобы кого-то критиковать. Нам нужно понять, что не так, потом собраться за круглым столом, понять, кто что будет делать и в дальнейшем все это устранить со временем. Большую часть ремонтных работ предстоит провести на остановочных пунктах. Управление ЖКХ намерено продолжить реализацию программы «Доступная среда», в рамках которой предусмотреть необходимые работы. Отдел по транспорту, в свою очередь, работает с перевозчиками, чтобы те делали свою услугу доступной для всех анапчан. В критерии оценки перевозчиков включены требования по оснащению автобусов пандусами, то есть для беспрепятственного заезда инвалидов-колясочников. Установку автоинформаторов с бегущей строкой для информирования слабовидящего и слабослышащего населения о автобусных остановках и маршруте следования. Например, на сегодняшний день перевозчиками уже оснащено порядка 100 автобусов. Это был первый рейд. В планах рабочей группы провести проверку всех маршрутов с низкопольным транспортом в течение месяца. Под контроль попадут и автобусные остановки. Все недочеты и предложения будут внесены в план работ ЖКХ. Никита Бойко, Ксения Сипко, Руслан Душевский, Анапа. Регион.